Эдвард Хэллоуэлл. Когда система перегружена. Дэвид просматривает электронную почту и одновременно разговаривает по телефону с менеджером, находящимся на другом краю земли. Его пальцы непрерывно барабанят по столу, Дэвид то и дело нервно прикусывает губу и тянется к чашке крепкого кофе. Он так поглощен всеми этими делами, что совершенно забыл про важную встречу, о которой планировщик напомнил ему 15 минут назад. Анна, старший вице-президент компании, и Майкл, генеральный директор, сидят в соседних кабинетах. Но толком поговорить им почти никогда не удается. Как только я захожу к нему, телефон у него на столе начинает мигать, мой мобильник звонить, кто-то стучит в дверь, потом Майкл смотрит на экран и кидается отвечать на чье-нибудь письмо. Жалуется Анна. Окончается все тем, что мы обсуждаем совершенно другую тему. У нас все силы уходят на то, чтобы просто решать текущие задачи. А уж о том, чтобы начать что-нибудь новое или завершить важное, и говорить нечего. От этого можно сойти с ума. И ведь такой режим работы фактически становится нормой для заваленных делами руководителей. Наверняка многие ваши знакомые страдают от очень широко распространенной, хотя и официально не признанной напасти, неврологического феномена под названием комплекс дефицита внимания. Причина этого недуга — чрезмерная нагрузка на мозг, а проявляется она в нервозности, раздражительности, неорганизованности, неспособности сосредоточиться и расставить задачи в соответствии с их важностью. Кроме того, жертвы комплекса дефицита внимания неразумно расходуют время. Этот синдром может подпортить карьеру даже одаренным руководителям. Однако способы борьбы с ним существуют. Будучи практикующим психиатром, я за последние 25 лет имел дело с тысячами пациентов, страдающих от так называемого синдрома дефицита внимания, и видел, как наряду с ним среди взрослого населения быстро распространяется новый вид расстройства. Между двумя видами нарушений есть существенные различия. Если синдром дефицита внимания нейрофизиологическое нарушение, обусловленное генетическими факторами и лишь усиливающееся в неблагоприятной обстановке, то комплекс дефицита внимания объясняется только воздействием среды. В последние десятилетия нам постоянно не хватает времени, и нагрузка на нервную систему все увеличивается. Признаки комплекса дефицита внимания проявляются постепенно. Расстройство не превращается в ярко выраженный общий кризис одномоментно. Человек превозмогает трудности, не жалуется на растущую загруженность, но как бы он ни старался, ему никогда не удается полностью избавиться от неприятных проявлений комплекса дефицита внимания. Когда на него наваливаются все новые и новые дела, он пытается показать, что контролирует ситуацию, но при этом ему трудно на чем-либо сосредоточиться, он начинает торопиться, говорить все более резко и безапелляционно. Никогда еще мозг человека не подвергался таким испытаниям, как сейчас. Современная культура заставляет нас все быстрее собирать и передавать информацию, генерировать идеи, строить планы, используя для этого сотовую связь, электронную почту, персональные планировщики и тому подобное. Словно помешавшись на скорости, мы стремимся все делать быстрее, даже если в этом нет никакого практического смысла. В таких условиях возникновение и развитие комплекса дефицита внимания вполне закономерны. Сознание пытается угнаться за событиями, не поспевает за ними, и его поражает комплекс дефицита внимания. Попробуем разобраться в нейрофизиологической подоплеке этого явления. Природа наградила человека корой головного мозга, состоящей из десятков триллионов клеток. Но в современной жизни отдельные участки коры оказываются сильно перегруженными. Речь идет о лобной и предлобной долях коры. Для краткости я буду называть их просто лобными долями, которые отвечают за принятие решений, планирование, определение приоритетов и выполнение ряда других управленческих задач. Заметим, что подобные действия свойственны только человеку. Пока лобные доли исправно выполняют свою работу, все обстоит прекрасно. Под лобными долями коры располагаются участки мозга, ведающие механизмами выживания. Они регулируют такие состояния организма, как сон или голод. Они же управляют частотой пульса и первичными отрицательными и положительными эмоциями. Пока дела у вас идут хорошо и вам все удается, эти глубинные центры генерируют чувство возбуждения, удовлетворения и радости, усиливают мотивацию и помогают сосредоточить внимание, не вмешиваясь в работу оперативной памяти. Но когда вам необходимо за короткий срок принять шесть важных решений и при этом вас по пять раз в минуту отвлекают, не давая найти нужную информацию, когда к тому же не дает покоя мысль о трех сорвавшихся за день сделках, а компьютер то и дело выдает дурацкие сообщения, мозг начинает паниковать. Я много лет изучал расстройства психики, снижающие способность к обучению, и пришел к выводу, что самое опасное из них не дислексия и не синдром дефицита внимания, а страх. Испугавшись, человек переключается в режим выживания, а в нем невозможно ни полноценное обучение, ни глубокое осмысление. Когда лобные доли действуют на пределе возможностей, мы начинаем испытывать страх. Нам кажется, что мы не успеем, не справимся. При этом связи между верхними и нижними областями мозга принципиально изменяются. За тысячи лет эволюция приучила верхний мозг реагировать на тревожные сигналы, посылаемые снизу. В режиме выживания глубинные структуры мозга берут управление на себя и начинают распоряжаться верхней. В результате весь мозг попадает своеобразную ловушку. Глубинные структуры воспринимают посылаемые лобными долями сигналы о перегрузке и обрабатывают их так же, как все остальные сигналы, то есть примитивно. Они отчаянно шлют наверх импульсы страха, беспокойства, раздражения, ярости и паники. Эти тревожные сигналы отвлекают лобные доли от основного дела, заставляя их тратить дополнительные усилия. Поскольку сигналы об угрозе выживания игнорировать невозможно, лобные доли зацикливаются, посылая вниз ответные сообщения. Предупреждение принято. Пытаюсь решить проблему, но пока безуспешно. Эти послания приводят глубинные центры в еще большее смятение и наверх идут еще более мощные тревожные импульсы. Между тем, все остальные органы мгновенно реагируют на происходящее в мозгу. Эндокринная, дыхательная, сердечно-сосудистая, мышечная и периферийная нервная системы тоже переходят в режим повышенной тревоги. Возникает замкнутый цикл, и лобные доли теряют работоспособность. Попытки мозга превзойти себя парадоксальным образом приводят к угасанию способности мыслить ясно. Это происходит каждый раз, когда человек физически не может управиться с огромным множеством своих дел. Отчаянно, разгребая нарастающие завалы, он принимает необоснованные решения, пытается делать хоть что-нибудь. Его главное желание немедленно уладить проблему, устранить опасность, чтобы она не погубила его. От гибкости мышления, чувства юмора и способности оценивать неизвестное, не остается и следа. Человек уже не в состоянии видеть проблему в целом. Он забывает о своих жизненных целях и ценностях, теряет изобретательность и способность планировать. В такие моменты мы склонны винить во всем окружающих, отступать с завоеванных позиций, зарывать голову в песок и сдаваться на милость обступивших нас со всех сторон забот. Мы описали крайнюю форму комплекса дефицита внимания. В повседневной жизни расстройство, как правило, проявляется более умеренно. Мозг каждого человека имеет особенности. Кто-то справляется с подобными стрессами лучше, кто-то хуже, но никому не удается полностью контролировать деятельность собственного верхнего мозга. Однажды ко мне на прием пришел менеджер, который испытывал на работе постоянный стресс из-за чрезмерных нагрузок. Я предложил ему обсудить ситуацию с его начальником. Менеджер так и сделал, но в ответ начальник жестко заявил, что раз тот не справляется с работой, ему следует подумать об увольнении. Менеджеру в конце концов пришлось уйти, хотя он регулярно добивался очень высоких бизнес-показателей и был одним из самых талантливых специалистов в своей компании, но ее руководство считало, что человек должен выдерживать любую нагрузку, а если она ему не по силам, надо искать другую работу. В каком-то смысле это было справедливо. На новом поприще мой пациент быстро добился успеха и процветания. В состоянии ли мы совладать с разрушительным влиянием комплекса дефицита внимания. Чтобы справиться с лавиной повседневных задач, не спешите приобретать самый современный электронный планировщик. Есть более действенные средства. Создайте условия, в которых ваш мозг мог бы работать максимально продуктивно. А для этого нужна спокойная обстановка, в которой человек никогда не испытывал бы страха, поскольку эффективность напрямую зависит от эмоционального фона. Там, где сотрудники испытывают взаимное доверие и уважение, комплекс дефицита внимания наблюдается сравнительно редко. Это тоже объясняется нейрофизиологическими факторами. Если у вас хорошее отношение с коллегой, работающим рядом, то даже когда вы решаете трудную задачу, глубинные области вашего мозга будут воздействовать через центр удовольствия на специальные участки мозга, пополняющие ресурсы лобных долей. Теплые человеческие отношения поддерживают деятельность мозга даже в условиях тяжелейшего стресса. Напрашивается следующий вывод. На работе необходимо поощрять социальные связи и создавать атмосферу доверия. Если пару раз в день вы несколько минут будете общаться с приятным для вас человеком, то ваш мозг получит необходимый ему положительный заряд. Нормальный сон, полноценное питание и физические упражнения — вот средства, которые помогают предотвратить комплекс дефицита внимания. Мысль эта звучит тривиально, но ее приходится повторять, поскольку слишком часто люди, пренебрегая очевидными вещами, наносят ущерб своему серому веществу. Многие стараются меньше спать, чтобы выкроить побольше времени на дела и таким образом решить проблему комплекса дефицита внимания. На самом деле нужно делать как раз обратное, ведь недосыпание сильно увеличивает риск комплекса дефицита внимания. Исследования доказывают, что недостаток сна порождает самые разные проблемы, от ухудшения способности принимать решения до паранойи. Деятельность мозга зависит и от питания. Трудоголики обычно потребляют много углеводов, из-за чего концентрация глюкозы в крови становится нестабильной. Таким образом, они загоняют себя в порочный круг, ведь из-за резких скачков уровня инсулина приходится поглощать все больше и больше углеводов. В результате мозг, которому глюкоза нужна как источник энергии, испытывает то перенасыщение, то голод. И то и другое вредит полноценной интеллектуальной деятельности. Мозг работает гораздо эффективнее, если уровень глюкозы в крови остается постоянным. Для этого следует потреблять меньше простых углеводов и больше сложных углеводов, которыми богаты фрукты, овощи и цельные зерна. Очень важно потреблять много белка. Полезно также ежедневно принимать поливитамины и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Их много в рыбьем жире. С их помощью можно не только наладить полноценную мозговую деятельность, но даже предотвратить возникновение болезни Альцгеймера и различных воспалительных заболеваний. Они, кстати, часто приводят к инсульту, инфаркту, диабету и раку. Есть еще одна рекомендация сократить потребление алкоголя. Он убивает клетки мозга, из-за чего быстро ухудшается память и даже развивается слабоумие. Плохо сказывается на качестве умственной деятельности и многочасовое сидение за столом. Благодаря физической нагрузке в организме активно вырабатываются многие вещества, благотворно влияющие на мозг. Эндорфины, серотонин, допамин, адреналин, норадреналин, а также два недавно открытых компонента нейротрофический фактор головного мозга и фактор роста нервов, которые обеспечивают здоровье и возможность развития мозговых клеток, компенсируют разрушительное воздействие старения и стрессов. Эти простые и не требующие особых затрат времени и усилия могут сыграть для мозга роль спасительной кнопки перезагрузки. Руководителям очень важно планировать свою работу. Прежде всего, предусмотрите меры, которые помогут вам контролировать деятельность лобных долей. Например, разбейте масштабные проекты на несколько мелких этапов, рациональнее организуйте свое рабочее пространство. Желательно также ежедневно выделять время, когда не нужно отвлекаться на встречи, чтение электронной почты и прочие дела. Не позволяйте мелким второстепенным вопросам отнимать ваше время. Сразу приступайте к самому главному. В конце дня составляйте список важнейших задач, их должно быть не больше пяти, на следующий день. Короткие списки волей-неволей заставляют нас выстраивать систему приоритетов и доводить проекты до завершения. Один мой пациент, менеджер, страдавший синдромом дефицита внимания, выработал для себя такое правило. Он берет в руки документ только один раз и либо пускает его в дело, либо отправляет в архив, либо выбрасывает. Я не складываю их в стопки, пояснял он. Стопки как сорняки. Если начинаешь их складывать, они заполняют все вокруг. Определите, когда вам работается легче всего и выполняйте самые важные дела именно в это время. Если вы не хотите, чтобы глубинные области мозга навязывали вам режим выживания, сбавьте обороты. Остановитесь, прислушайтесь, попытайтесь понять, что происходит вокруг. Подумайте над тем, что говорят люди и что вызывает у вас замешательство и панику. Переключитесь на простую рутинную работу. Если вы не решаетесь взяться за новый крупный проект, подумайте о чем-нибудь, не имеющем никакого отношения к проблеме, о своем доме, машине, обуви, любом хорошо знакомом вам предмете. Другой прием — начать работу с самого простого, скажем, с написания заголовка отчета. Все это помогает успокоить глубинные центры мозга. Они перестают посылать наверх тревожные сигналы, и контроль над вашим поведением снова переходит к лобным долям. Осознав, что вы готовы решать проблемы, вы снижаете риск возникновения комплекса дефицита внимания и предотвращаете панику. Советы руководителям. Очень часто руководители способствуют возникновению и обострению комплекса дефицита внимания у своих сотрудников, требуя, чтобы те думали как можно быстрее в ущерб глубине или работали одновременно над десятком проектов. Особенно печально видеть, как поручают подчиненным сразу несколько сложных задач, поощряя трудоголиков, безропотно взваливающих на себя эту ношу и наказывая тех, кто предпочитает сосредоточиться на чем-то одном. Серьезную ошибку совершают и руководители, которые вынуждают сотрудников делать все больше и больше дел меньшими силами. Например, сокращают штат, оставляя объем работ прежним. Такие организации неизбежно теряют прибыль. Чем больше времени сотрудник тратит на выполнение функции собственного помощника, чем меньше у него возможности делегировать полномочия подчиненным, тем ниже будет его эффективность при решении по-настоящему важных задач. Очень скоро организации начинают пожинать горькие плоды этой напасти. Сотрудники работают не в полную силу, слишком суетятся, нарушают важные правила, допускают оплошности и тратят интеллектуальные усилия на всякую ерунду. По мере увеличения нагрузки отделу персонала придется все чаще сталкиваться с такими проблемами, как рост заболеваемости и текучесть кадров. Многие компании весьма удачно решают эту проблему. Список льгот, предоставляемых сотрудникам у таких компаний, производит впечатление. Текучесть кадров здесь никогда не превышает 5%. Миллионы долларов, которые конкурирующие компании тратят на обучение новых сотрудников и выходные пособия, в таких компаниях направляют на более достойные цели. Льготы окупаются, сотрудники работают очень эффективно. Менеджеры, которые понимают опасность комплекса дефицита внимания, могут избежать ее. Многие компании уделяют огромное внимание тому, чтобы сотрудники получали работу, которая соответствует их интеллектуальным и эмоциональным особенностям. Никто из нас не застрахован от комплекса дефицита внимания. Первый и самый важный шаг на этом пути говорить о проблеме, вытащить ее на свет. Беспристрастно описав симптомы комплекса дефицита внимания, мы окажем огромную помощь своим перегруженным сотрудникам. В результате в организациях сложится более уравновешенная, интеллигентная и продуктивная рабочая среда.